Поздравляем! Вы стали обладателем набора пластиковой водосочной системы Технониколь Optima, рассчитанной для установки на кровельный скат до 6 метров. Габариты коробки рассчитаны специально для транспортировки в легковом автомобиле. С помощью этого набора вы можете самостоятельно организовать отвод воды с кровли, тем самым продлить жизнь фасаду и фундаменту дома. В коробке находится готовый набор элементов, не требующий расчета. Каждый элемент упакован в транспортировочную пленку. В набор входят желоба, соединители, заглушки, кронштейны, воронка, колено, муфта, трубы, слив, хомуты, крепеж и инструкция по монтажу. Для монтажа вам понадобятся уровень, рулетка, карандаш, шнур, инструмент для распила, напильник и шуруповерт. Сам процесс монтажа водосочной системы – это соединение элементов четкой последовательности. Начинать следует с разметки. Для начала определите место, где вы будете отводить воду. Над ним и будет воронка. Воронка – всегда самая нижняя точка желобов вдоль всего карниза. Верхними точками будут крайние кронштейны. Установите первый, самый дальний от воронки кронштейн на расстоянии 150 мм от края крыши и ниже линии продолжения ската на 10 мм. Край карниза должен смотреть в центральную треть дуги кронштейна. Далее необходимо определить высоту крепления воронки. Она отмеряется от верхних частей элементов. Замерьте расстояние от кронштейна до места воронки и умножьте на 3,5 мм. Получится требуемый перепад высот. Закрепите воронку, опустив ее на полученную величину. Замерьте расстояние от воронки до места крайнего кронштейна с противоположной стороны. И на этот раз поднимите кронштейн с учетом уклона относительно воронки. Закрепите его аналогичным образом. Следующий этап – расстановка кронштейнов на карнизе. Натяните шнур между крайними кронштейнами и воронкой. Установите по нему остальные кронштейны с шагом в 600 мм. Добавьте два кронштейна по обе стороны от воронки на расстоянии 100 мм. Уложите двухметровый желоб, начиная от воронки. Вставьте желоб в кронштейны изнутри наружу и пододвиньте внутрь воронки до специальной насечки. Защелкните желоб в наружных пазах. Установите на край желоба соединитель. Добавьте дополнительный кронштейн на расстоянии 10 см от соединителя. Заведите желоб к соединителю до насечек. Зафиксируйте соединитель на лобовой доске и продолжайте соединять желоба. Для оставшейся части отрежьте желоба необходимой длины и обработайте срезы напильником. Закройте торцы желоба заглушками. Горизонтальная линия водосточной системы готова. Переходим к вертикальной линии водостока. Соедините воронку с трубой через два колена и отрезок трубы. На нижнее колено обязательно установите хомут и зафиксируйте его на фасаде. Если высота карниза больше 2 метров, соедините трубы при помощи муфты. Муфту зафиксируйте хомутом. Зафиксируйте трубу на фасаде при помощи хомутов шагом не более 150 см. Установите слив на трубу и зафиксируйте при помощи хомута. Водосточная система Технониколь Оптима установлена. При правильном монтаже система имеет комплексную гарантию 10 лет на цветостойкость, деформацию и отсутствие протечек. А своевременный уход за водосточной системой значительно увеличит срок ее службы.